И мы будем начинать нашу конференцию, второй день нашей конференции. Я напоминаю, что сегодня у нас круглый стол, в рамках которого мы планируем обменяться мнениями о дальнейшем развитии экообразования. С тем, чтобы сделать общую работу более синергичной, более эффективной с учетом взаимодействия активного образовательных организаций, неправительственных организаций и, конечно же, тех госучреждений, которые занимаются непосредственно охраной окружающей среды. Именно поэтому мы попросили сегодня принять участие представителей трех министерств. И я рада тому, что они откликнулись. И сегодня мы услышим выступление от Министерства образования и науки, от Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и от Министерства информации и общественного развития. Ну и также мы будем иметь возможность обменяться мнениями, потому что у нас большая часть сегодняшнего времени отводится на дискуссию. Нам важно выработать какие-то рекомендации, как двигаться дальше. Позвольте мне начать с моего выступления, которое я сделаю таким заделом для будущей дискуссии. Прежде чем я начну свою презентацию, я хочу коротко еще раз представить ЭКОФОРУМ Казахстана. Один из организаторов, по сути, инициатор этой конференции. Я напомню, что мы ее проводим при поддержке программы развития ООН в Казахстане. И также нам техническую поддержку оказывает региональный экологический центр, обеспечивая нас платформой ЗООН. ЭКОФОРУМ Казахстана – это долгое время существовавшее объединение огромного числа активно работающих неправительственных организаций, те, которые работают в сфере окружающей среды, в сфере охраны окружающей среды. ЭКОФОРУМ был создан еще в конце 90-х годов и работал как неформальная сеть, очень большой период, больше 20 лет. Но понимая, что необходимость все-таки есть в приобретении юридического статуса, мы в ноябре 2020 года зарегистрировались как ассоциация юридических лиц. Но мы по-прежнему придерживаемся позиции, что ЭКОФОРУМ – это открытая, неформальная сеть. И у нас есть членство прямое, есть членство ассоциативное. Но в любом случае мы готовы поддерживать партнерские отношения со всеми организациями, со всеми людьми, которые заинтересованы в развитии охраны окружающей среды и в развитии экологического образования. Я хочу подчеркнуть, что экологическое образование было одно из всегда приоритетных направлений деятельности ЭКОФОРУМа Казахстана. Мы очень хорошо взаимодействовали в свое время с региональным экологическим центром, когда там было очень серьезное направление образования для устойчивого развития. И очень многие коллеги, которые вчера выступали, сегодня будут принимать участие в нашем диалоге, они имеют большой опыт работы именно в неправительственных организациях, будучи в то же время и сотрудниками образовательных учреждений разных уровней. Ну а теперь позвольте мне перейти к моей презентации. Она будет посвящена тому обзору, который я делала вот уже второй раз для национального сообщения по изменению климата. В рамках его готовится такой раздел, который посвящен обзору успехов образования всех уровней и в том числе информирования общественности по вопросам изменения климата. Но прежде всего я бы хотела напомнить важный момент, когда в 2020 году наш президент, глава государства, обратил внимание на то, что все-таки необходимо усилить экологическую подготовку и ввести в школьный предмет экологическое образование. И я помню, в 2020 году по инициативе Министерства информации и общественного развития прошел круглый стол почти сразу за тем выступлением, которое прозвучало в июле. И на нем было хорошее предложение выработано, и это была одна из важных рекомендаций этой дискуссионной площадки, что нужно создать такой межкоординирующей деятельности трех, как минимум, министерств, такой совет, который бы объединял усилия в направлении развития экологического образования. К сожалению, насколько мне известно, этот совет так и не возник, и, наверное, надо вернуться все-таки к этой идее и создать такую межведомственную координационную группу, которая позволяла бы двигать вопросы экологического образования в целом, и в том числе вопросы образования в сфере изменений климата, потому что это касается нас теперь уже всех напрямую. Мы сталкиваемся с последствиями изменений климата, и очень важно, чтобы все были хорошо информированы о этой проблеме. Ну, вот не очень удавшееся, скажем, развитие координаций, тем не менее, есть и положительные шаги. И я бы хотела отметить для всех наших участников сегодняшней дискуссии и вообще для всех коллег, что был принят очень важный документ. В июле 2021 года возникла идея, появилось постановление правительства, закрепляющее это направление. Это концепция обучения в течение всей жизни. Особенно для нас, тех, кто занимается неформальным образованием, это хорошая перспектива, потому что среди задач этой концепции обозначено введение механизма признания результатов формального и неформального обучения. Потому что на самом деле очень много интересных курсов создается онлайн, различных, ну, теперь уже оффлайном, наконец, будут опять доступны. И эти курсы, они в какой-то мере учитываются, в какой-то мере нет, а вот если будет хороший, четкий механизм, как эти курсы должны быть учтены, насколько там значимы требования к ним и так далее, это будет все-таки повышать заинтересованность людей, развиваться в этом направлении, особенно если это будет учитываться при различных повышениях категорий и так далее. Конечно же, большой работой было в рамках этого обзора сделать анализ того, что наработано нашими коллегами. Вот эта конференция, она, собственно, и возникла, потому что мы увидели, как много интересных вещей наработано, но в то же время очень многие, даже те, кто вплотную занимается этой темой, зачастую не знают о работе других людей в этом же направлении. И тогда мы инициировали вот такую конференцию. Я не буду сейчас повторять те интересные, очень полезные вещи, о которых мы вчера говорили, после тем, кто вчера не был. Я вот на слайд вывела три наиболее важные, на мой взгляд, презентации, которые вчера были, потому что это действительно очень важные ресурсы с точки зрения именно работы в направлении вопроса подземления климата. Это и работа ряда проектов про Казахстана. Это очень интересная платформа, которую создает РЭЦ, Региональный экологический центр. И это очень полезное пособие, о котором вчера был еще и мастер-класс. И если вы не видели, вчера не участвовали в нашей конференции, вы можете посмотреть потом о материалах нашей конференции. Будут записи. Ну, вот здесь есть ссылка на это пособие. То, что не принимали, те, кто не принимали у нас вчера участие, но тоже, на мой взгляд, есть там очень много важных, интересных ресурсов, это Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования. Но дело в том, что экология все равно у нас идет в рамках основного факультативного курса в школе, по крайней мере. И вот материалы, наработанные организациями дополнительного образования, они обобщены вот этим учреждением, и на их сайте можно найти много интересного для своей работы. Также я хотела бы обратить ваше внимание, коллеги, что очень хорошо развиваются государственные информационные ресурсы. В частности, на портале, я бы уже сказала, на сайте ДПК «Сгидромет», это подразделение Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, появился специальный раздел «Климат Казахстана». Вот на сайте вы видите скриншот этого раздела, и вы видите, что здесь есть и в целом описание климата, и климат по регионам, и ежегодный бюллетень мониторинга состояния изменения климата. То есть это очень хорошие материалы, не только для образователей, но и для научной работы с детьми, с студентами. То есть довольно хороший материал и для исследовательской работы. Ну и хотелось бы подчеркнуть, что очень хорошо развивается наш национальный доклад о состоянии окружающей среды, который готовится ежегодно, и в нем появился специальный раздел о климате, где в популярной форме, особенно хотелось бы отметить, что есть такой интернет, онлайн вариант национального доклада, специально адаптированный для общественности, в очень простой форме, там очень наглядно, и в то же время все эти материалы могут использовать учителя в школе или в дополнительных образованиях и общественности в своих просветительских программах. Но завершая свое выступление, я хотела бы отметить, почему нам всем очень важно и общественным организациям, и образовательным учреждениям. обратить внимание на то, что нужно повышать информированность, повышать понимание людьми вопросов изменения климата, в целом, конечно, экологии, потому что изменение климата не может рассматриваться совершенно отдельно от других вопросов, которые мы всегда включаем в экологическое образование. Но я хотела бы отметить, что появилось еще важное требование наших государственных документов, это правила организации и реализации процесса адаптации к изменению климата. Но, к сожалению, и я как географ разделяю это мнение, точка невозврата в изменении климата, к сожалению, уже пройдена, и теперь нам не столько нужно обращать внимание, вернее, не только обращать внимание на митигацию, как это называется на русском языке, предотвращение изменения климата, ослабление, я бы сказала, изменения климата, но сейчас все больше и больше приходится адаптироваться к изменению климата. И вот, вы видите, появились специальные правила, которые обеспечивают участие общественности в разработке программ изменения климата в регионах. К сожалению, мы знаем, что таких программ в регионах вообще пока очень мало, но они будут разрабатываться, и они должны разрабатываться с широким увеличением общественности, а для этого общественность должна иметь хорошее представление о процессе о проблеме изменения климата. Именно поэтому наша конференция и вся деятельность в этом направлении также очень важна. Итак, я благодарю вас за внимание, я постаралась быть краткой, укладываться в наш регламент, о чем я прошу и далее следовать наших спикеров, которые подготовили доклады. Ну, здесь на слайде вы видите наши контакты. Еще раз напоминаю, что все материалы нашей конференции будут выложены в телеграм-канале, вот видите на него ссылку. Ну и новости о работе Кафорума Казахстана, которые по-прежнему будут уделять очень большое внимание на направлении экологического образования, будут также доступны и в Инстаграм, если вы предпочитаете пользоваться именно этой сетью. Ну и мои личные контакты, если будут вопросы, предложения о сотрудничестве. Напомню, что я сейчас являюсь председателем Кафорума Казахстана, но у нас есть исполнительный директор. Айдар, включите, пожалуйста, видео, чтобы вас видели. Капасов Айдар, он находится в Астане, и мы специально хотели бы, чтобы именно молодые люди продвигали дальше наш Кафорум. Капасов Айдар у нас осуществляет взаимодействие с министерствами, со всеми организациями, которые находятся в Астане, поэтому я прошу и с ним тоже коммуникации встраиваться. Итак, мое выступление завершено, и я с удовольствием передам слово следующему спикеру, Кадыровой Самал Канатовне, которая является руководителем управления воспитательной работой и дополнительного образования Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования науки Республики Казахстан. Пожалуйста, бамсырла. Пожалуйста, бамсырла. Светлана Вадимирна, күрметтар тестер, бүгінгі женоган қауым. Сидер барлықтарымыз, білесіздер, қазіргі мұна экологиялық мүлім беруімен тәрбелуге ең өзетті мәселе болып тұр. Сондықтан да мұна экологиялық мәдеметті қалптастыру үшін біз жаңағы қоғаммен табиғаттардың үлестіруші фактор ретінде оны біз маңызды бір фактор ретінде алып отырмыз. Сондықтан да біз өмірдің барлық кезеңінде терен және білім беру үшін экологиялық біліммен мәдеметке қалптастыруға назар аудар бұтырмыз оқушыларымыздың арасында. Сондықтан да басты назарды біз осы экологиялық біліммен тәрбеге беріп отырмыз. Жынағы экологиялық кодекске сәйкес бізде бүгінгі таңда кешіріңіздер, бүгінгі таңда білім беру бағдарламалары арқылы осы бағытта жұмыстар атқарылып жатыр, яғни ұқу бағдарламалар мен жынағы тәрбеліп үшшаралар арқылы экологиялық білім жүзеге асып жатыр. Айтық кететін боса, біздің мекеттегі оқушыларымыз, білім беру үйімдарымдағы біздің ұстаздарымыз, педагогдарымыз барлығы жасыл Қазақстан ұлттық жобаға қатысуда. Ол жерде бізде көрсеткіштеріміз бәрі айқындалған, ай сайын біз жергілікті атқарушы орғындармен жұмыс жасаймыз. Ол жаңа құрсеткіштерге біз сараптама жасаймыз. Ол сараптама арқылы талдауларға көшеміз. Сол талдаулар арқылы біз сол көрсеткішке қалай жететіміздің жолдарымызды шешімдерін бәрін табамыз. Сонтан да бұл жаңа ұлттық жобаның көрсеткіштерінің қорытындысын, біз 2022 жылдың сонда көретін боламыз. Қазір қоғақта бұл қосеткіштер орындалып жатыр. Енді айта кететін болсақ, бізде бастауыш негізгі және жалпы орта білім беру денгейде қазіргі кезде оқу бағдарламалар жаңартылып жатыр. Осылайша бізде жаңартылған бағдарлама аясында оқушыларымыз бірінші сыныптан бастап экологиялық білімді алады. Сонда яқына бастауыш сыныптарда жаратылыстану қошаған әлемді толық таму және оның және көрінісін дамыту соған назар аударылған. Сонымен қатар жәнеға айтық жоғарда айтық көткен жасыл қазақстан ұлты жоба бар сол ғының нәтижесінде соңың көрсеткіші ретінде біз жәнеға алтыншы сыныпта экология пәнінің негізгетін боладыңыз. Бұл жерде жағанды құзырет көрсеткер құрстарының негізінде бұл құрстар бізде алтыншы сыныпта қазақстанда өтіп жатыр. Бастауышсының мектепке жаратылыстану пәні бойынша оқу бағдарламасы негіздінде мектепке биология, география, химия, физика пәндерінің оқуға арналған негіздерді қалыптастырады. Сондықтан да 5-ші, 9-ші сыныптарда күнделікті өмірде бізде байқауға болады. Табиғи құбылыстармен процестерді сыну, сипаттау, болжау үшін алған білімдерін қолдана алады біздің балларымыз. Жаңыртылған білімберу мазуны шемберінде бізде биология, физика, химия оқып амдері жетінші сыныптан бастап екологиялық мәденетті және қалыптастыру бойынша біз мақсаттарды сөзерге қамтыдық. Фул мақсаттарға жету біздің ең басты жаңағы бақытымыз болып саналады. Бұдан басқа жаңағы мемлекет башының жоғарда атыл тапсырма берілген сол тапсырманың шемберінде біз 11-ші, 11-ші сыныптар аралығында экологиялық білімбері бойынша сынып сағаттарын әзірледік. Сынып сағаттардың ең басты мақсаты оқытымен тәрбелердің әртүрлі кезендерінде білім алушылардың жеке тұлғалық қасеттерін ескере отырып, бұл жерде экологиялық білімбердің интеграциясын женағы еңгізу болып табылады. Сондықтанда бұл сынып сағаттардың ұзақтығы әр сыныпта жылына 17 сағатты құрайды. Аптасына бірлет өткіздеді. Бұл сынып сағаттардың тақырыптары бізде белгілі. Ол жерде женағы біздің сынып жетекшілеріміз балларға женағы экологиялық тәрбе беру арқылы оларға женағы сол бағытты қалай арғарай дамыту, танысу дұ көрсетеді. Дарын республикалық женағы ғылыми орталығымыз бар бізде. Сол экологиялық бағыт бойынша ғылыми жобалар, конкурстар өткізіліп жатады. Бұл қайтарылған боладың. Бұл бағыт бізде бір жылдар алын тастаған боладың. Бірақ та ол қайта қайтарылып, қазақы уақытта біздің балларымыз экологиялық мәселелерді зерттеуімен барлық сынып оқушылары айналысат деп айтуға болады. Содан кейін бізде атаналармен жұмыс жасаудың жана форматы қазіргі тұтанда ашылды. Жасалып жатыр, бұл жерде біз атана оқушы мұғалім ұстаз болып, және үш түкте жұмыс атқарып жатымыз. Тәрбее жағыман бұл жерде біз атаналарымызды да осы және ғы экологиялық бағытқа бейімдеп, балларымен бірге өткізіп жатқан ұшараларымыз бар. Сондықтан да енді құрметті артистер, бұл біздің әлем, біздің планета, ол бәліғі біна жынағы біздің болашағым біздің қолымызда деп айтуға болады. Осы оранмен балларға тәлім-тәрбее беріп жатырмыз. Сондықтан да осы министерлік барлық білімберу үйіндарында білім алушылардың динаға экологиялық мәденетінің қалыптастыру бойынша жүйелі түрде жұмыз үткізіп жатырдевге болады. Назарларымызға рахмет, сұрақтарымыз боса, қойымыздар. Сондықтан да я мағу обапшит еші и на жұскам языке, то ес, на работа по экологическому направлении у нас у нас был синхронный перевод, мы все слышали. Все хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста. Я хотела уточнить, вот просто переводчик не успевал, конечно, все-все-все перевести. А вот вы сказали, в шестом классе есть специальный предмет. Можно еще раз его название на русском озвучить? У нас вот министерством введены курсы глобальной компетенции. Именно в шестом классе эта программа называется, у нас этот курс называется «Экология». И этот предмет, по изучению данного предмета, мы даже выставили индикатор, показатель по проекту «Жасл Казахстан», и мы исполняем данный индикатор в настоящее время. То есть все шестиклассники у нас проходит этот предмет. То есть это специальный обязательный предмет. А сколько часов в неделю? Один час в неделю. Еще, получается, по поручению главы государства, по поручению главы государства, мы разработали классные часы в экологическом программе, классных часов по экологическому направлению. И получается тоже 17 часов в каждом классе классные руководители проводят у нас эти экологические классные часы. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу напомнить, если кто не сориентировался, у нас есть синхронный перевод. Пожалуйста, в нету в вашем меню вы сможете его подключить. И сегодня мы будем задавать вопросы. Пожалуйста, Айдар. Я прошу всех поднимать руку, чтобы я видела, кто хочет задать вопрос. Добрый день. Меня зовут Айдар Капас. Я являюсь руководителем директора Экофорума Казахстана. У меня такой вот не то что не в укор, наверное, а вот чисто такое предложение. Я прекрасно вчера просмотрел программу образовательную в части русского языка, казахского языка. Там у нас есть экология. То есть касается тем. Но, к сожалению, на сегодняшний день я пока не видел материалов, которые вы рекомендуете для педагогов. Почему? Потому что, ну, будем честны, допустим, преподаватель русского языка, он придет разбирать суффиксы и так далее, и так далее. То есть грамматика – основная часть. Но про изменение климата, мне кажется, педагогам – это большой, во-первых, стресс. И мне кажется, здесь нам нужно будет подумать, какие методические пособия будут для этих преподавателей. И их нужно будет сделать для того, чтобы это было качественно и правильно. Это первый момент. Второй момент – у нас есть как бы преподаватели физики, географии и химии, которые, к сожалению, тоже не совсем владеют информацией изменения климата и в целом экологии. В целом. И там у нас есть тематики конкретно, то есть прописаны. Второй момент – если мы идем по спирали, то, соответственно, мы должны обусловить все тематики для 10-11 классов. Куда мы должны в 11-м классе вывести детей? То есть на какой уровень? К сожалению, как бы на сегодняшний день этого я еще пока не видел. То есть я уже посмотрел кучу документов, рассмотрел, и поэтому я, наверное, все-таки рекомендую или предлагаю именно в части Министерства образования включиться в процесс подготовки таких материалов. То есть чтобы был некий такой сайт, некая библиотека для педагогов, которые, допустим, спокойно возьмут материал, спокойно будут проводить по своим тематикам, что, так скажем, снизит риск того, что будут некачественные знания. Это абсолютно не в укорне, абсолютно как бы это новая тема для всех педагогов. Поэтому как бы вот чисто такая вот рекомендация, если будет такая возможность. То есть мы со своей стороны готовы подключиться к данному процессу, помочь и быть полезными. Спасибо большое. Спасибо, Айда. Я хочу сказать, вот в настоящее время сейчас у нас идет обновление всех учебных программ. Вы правильно сказали, если в каком-то предмете, допустим, есть, вы говорите русский язык, суффиксы, окончания, падежи, но в настоящее время сейчас у нас идет обновление всех учебных программ, где мы хотим включить все компетенции. То есть и здесь же экологическое воспитание. То есть развивающие, воспитывающие, обучающие цели, они будут все в одной теме. То есть это не может быть на каждом уроке, там есть определенный свой раздел, где рассматривается тот или иной вопрос. Мы учтем ваше предложение, я рекомендую, чтобы они взяли это во внимание. То есть этим у нас занимается национальная образовательная академия имени Алтын Сарина. Хорошо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос Айбек Нагаев. Пожалуйста, представляйте, какую организацию вы представляете. Айбек, вам слово. Айбек, вас не слышно. Так, Айбек, куда-то ищет. Пожалуйста, Григорий, вам слово. Добрый день, спасибо. Григорий Венгертер, я эковолонтер. То есть я со всеми работаю, со всеми дружу. У меня вот такой вопрос, ну, скорее всего, рекомендация, да, у нас, я заметил такую тенденцию, что директора школ, когда с ними начинаешь диалог вести, они не понимают, что такое адаптация к изменению климата. Ну, в первую очередь, надо же, чтобы, да, руководители организации понимали. И заметил такую тенденцию, что у них есть буллинг, да. Для нас, например, Григорий Тюндер, когда она экоактивистка и все, а вот директора школ применяют к ней буллинг, да, то есть начинают свои высказывания, типа, она должна сидеть в школе, она должна учиться, она не должна экологией заниматься. И вот тут попрошу, да, вот усилить работу с руководителями образования, чтобы руководители образования, в первую очередь, следили, да, потому что от них потом исходит уже к низшему персоналу, которые потом говорят, а у нас нет инструкции, вот у нас директор так сказал, значит, так и есть. Хорошо, наверное, понятный, да, вопрос? Да, Григорий, хорошо, я вас услышала, просто скажите, пожалуйста, какой это регион этим занимается, обращались ли вы в управление образования данного региона, обращались ли вы лично к этому директору, просто мы же тоже, мы не можем видеть, с чем занимается в том или ином государственном органе, который подведомственен нам. Хорошо, вы можете позвонить мне по телефону 74 27 40, сообщить, где это происходит, почему это так происходит, я выяснию. Хорошо? Ага, сама, вы... Спасибо, Григорий. Все, не будем... Я просто поясню чуть-чуть. Мы работаем в сельских чатах. Нет, давайте все, вам дали контакт, Григорий, а все остальное уже в личном, потому что очень много желающих задать вопросы и 10 раз одно и то же проговаривать, я попрошу ограничиться. Айдар, пожалуйста, еще раз вам даю слово и переходим к следующему докладу. Да, и вот то, что говорил Григорий, в принципе, это как бы все понятное дело на сегодняшний день, то есть на местах есть большие проблемы, как и среди руководства управления образования областных районных и так далее. Здесь, наверное, все-таки нам нужно будет подумать, как можно будет, чтобы поднять компетенцию местных, да, так скажем, местных организаций подведомственных министерств образования и постараться какие-то вот, может быть, это будут какие-то онлайн вещи, которые, то есть помогут педагогам, чтобы избежать такие вопросы. Почему? Потому что частных вопросов очень много на сегодняшний день в области образования. Мы это все прекрасно понимаем. И второй момент, иногда бывают материалы не совсем качественные. Опять же, то есть мы возвращаемся обратно туда, откуда мы отправлялись, да, все вместе. Даже сейчас есть материалы по экологическому образованию, которые просто взяты и переведены с английского на русский и на государственный язык, но они не соответствуют реальности Казахстана. Поэтому, мне кажется, нам нужны программы все, все материалы должны адаптированы быть для нашей страны, для нашего, так скажем, дожизненного устроя и в целом как бы нашего менталитета. Это вот главные моменты, которые мы всегда должны понимать и слышать, и не упускать. Спасибо, что я спала. Спасибо. Спасибо. Я совершенно поддерживаю Айдара и тоже хотела обратить внимание, что действительно очень важно профессиональный, качественный, адаптированный Казахстану материал. И хочу еще раз подчеркнуть, что в ЭК-форуме Казахстана очень много профессионалов, но вот без ложной скромности я кандидат географических наук в 20 лет преподавала в УЗИ и могу разработать соответствующий материал, потому что достаточно хороший эксперт в этом направлении. И уже приводила пример наших коллег из Каргандинского региона, где очень серьезные наработаны материалы, но вы их уже, наверное, имеете в виду, потому что они рекомендованы вашим министерствам к применению. Я хотела еще задать вам один последний вопрос. Как вы относитесь все-таки к созданию вот такого независимственного координационного совета по ЭК-образованию? Мы с удовольствием бы приняли в нем его работе участие, потому что, ну, на самом деле, потенциал есть, который вам предложить можно. Мы согласны, если там родители, мы согласны. Почему? Потому что вот тоже вот коллега задает вопрос по экологическому воспитанию, там надо обратить внимание, вот задает вопрос в чате, да? Я так думаю, вот в настоящее время сейчас готовится у нас, знаете, концепция воспитательной работы, где экологическое воспитание, оно выделено одним из направлений. Если оно раньше было где-то с кем-то, в какой-то... Девочки, пожалуйста. Где-то с кем-то, с чем-то было, то мы его взяли как одно направление и сейчас работаем. Работает в настоящее время рабочая группа, которая непосредственно будет представлять данную концепцию воспитания. И там, наверное, и получается, если будут какие-то вопросы, мы же выставим его на открытый портал, вы можете посмотреть и внести свои изменения. А так мы, да, пожалуйста, мы будем с вами сотрудничать в межведомственной группе или как вот, в межведомственном направлении. Пожалуйста. Спасибо большое. Сама Анатольевна, уважаемые госслужащие, я очень прошу, понимая вашу занятость, все-таки побыть сегодня с нами, постараться слушать, потому что у нас еще будет выступление учителей, которые тоже имеют свой взгляд и, наверное, это будет очень важно. Благодарю вас, Сама Анатольевна, Анатольевна и передаю слово Мужзабековая Жулдыз Еслямбековне. Она является руководителем управления экологической информации и анализа Департамента экологической политики и устойчивого развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Пожалуйста, Жулдыз, вам слово. Добрый день, уважаемые участники Круглого стола. Меня хорошо слышно? Да, вас хорошо слышно. Разрешите поприветствовать вас на Круглом столе, посвященном вопросам экологического образования. Экологические проблемы Казахстана всем известны. Это и качество атмосферного воздуха, это и загрязнение поверхностных почв, низкий уровень переработки твердых бытовых отходов и так далее, и так далее. Только за одну неделю на горячую линию Министерства к нам поступают сотни обращений по экологическим проблемам по всей стране. Но не меньшую озабоченность вызывает уровень экологической культуры населения. Поэтому сегодня экологическое образование является очень актуальным. Мы должны учить детей не только тому, что и как нужно взять у природы, но и тому, что мы должны ей отдать. Мы должны прививать детям новую экокультуру по охране окружающей среды, формировать экономное отношение к использованию энергии, воды и других природных ресурсов, прививать привычку раздельного сбора бытовых отходов для дальнейших переработки. Для этого необходимо полноценное включение тем, связанных с охраной окружающей среды, учебные планы образовательных организаций. При этом обучение, мы считаем, должно быть живым, интересным, интерактивным. Однако, экологическое образование детей не должно ограничиваться только соответствующим предметом в школе. Считаем, что это должна быть комплексная работа всего общества, всех заинтересованных госорганов, а также учителей, экспертов, общественных организаций и прежде всего родителей, так как воспитание начинается, как все мы знаем, семьи. Только совместными усилиями мы можем добиться повышения экологической культуры и как следствие улучшения состояния окружающей среды. Как вы знаете, в соответствии с поручением главы государства, нашим министерством разработан национальный проект ЖАСО «Казахстан». Он включает в себя четыре основных направления. По каждому направлению определена взаимосвязь с документами первого уровня системы госпланирования. Первое направление – это «Казахстан». Оно способствует решению основных экологических проблем, таких как улучшение качества атмосферного воздуха, управление отходами и сохранение экосистем водных объектов страны. А второе направление именно «Казахстан». Оно ставит цель устойчивого потребления природных ресурсов. В первую очередь это касается водных ресурсов и снижения энергоемкости экономики. Целью направления «Табигат» является сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий. Четвертое направление «Экология Булашага» нацелена на повышение уровня экологического образования и культуры населения. Данное направление является базовым национальным проекте, поскольку все природоохранные мероприятия и политика должны опираться в первую очередь на граждан, имеющие базовые представления об экологии и защите окружающей среды. В данном направлении поставлено две задачи. Это интеграция экологических аспектов системы формального образования и просвещения. В рамках реализации данной задачи с этого учебного года, как уже отметила представитель Министерства образования и науки, введен курс по выбору «Экология» в программу шестого класса средней школы. Также в каждом регионе планируется развернуть сеть экостанций, кружков, курсов и так далее для вовлечения учащихся в неформальное обучение. Данные объекты и проекты должны быть привязаны к местной экологической тематике. Второе – это формирование экоориентированного информационного пространства. Планируется реализация национального медиаплана для проведения широкой информационной кампании и образовательных программ для повышения осведомленности населения. Данный медиаплан будет охватывать как национальные мероприятия, так и мероприятия в каждом регионе под общей координацией нашего министерства. Планируется проведение на системной основе экологической акции «Баркета за Казахстан». Я хочу выразить благодарность ко форуму Казахстана за организацию данного мероприятия. Вчера я участвовала на конференции, прозвучало много интересных докладов, идеи, предложений, которые позволили всем обменяться опытом по актуальным проблемам экологического образования, услышали лучшие экологические практики. Этот опыт был очень нам полезен. Еще раз спасибо вам, Светлана Владимировна, лично вам. И мы хотели бы пригласить все заинтересованные стороны, всех участников к совместной работе по экологическому образованию, повышению экологической культуры. Мы будем рады всяческим инициативам. Как отметил Айдар в своем комментарии, действительно необходимо нам совместно проработать по методическому наполнению курсов по экологии. Немножко этот вопрос у нас хромает, и только общими усилиями мы сможем. Действительно, наш министр предыдущий выступал с инициативой, может быть, действительно нужно создать такой координационный совет, где мы могли бы обмениваться. Действительно, вот эту информацию приходится где-то там искать, здесь искать. А вот вчера мы сегодня тоже ваше наступление много интересного почерпали. Давайте совместно работать. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое. Вы знаете, я очень поддерживаю все, что делает министерство. Тем не менее, мы все-таки высказываем некое недовольство, скажем, со стороны общественных организаций, потому что мы не всегда видим вот такое активное взаимодействие. Я бы хотела напомнить о том, что есть механизм государственного социального заказа, и раньше государственный социальный заказ от министерств, он все-таки больше давал возможности взаимного сотрудничества, потому что, конечно, мы готовы работать, но вы понимаете, любая работа она все равно требует ресурсов, и особенно разработка курсов, обучающих это очень серьезная работа, а если еще и говорить об их издании, это вообще хорошие затраты, поэтому нужно как-то все-таки еще и о ресурсах подумать, и я вот хотела, наверное, коллеги еще вот об этом говорить, но все-таки чтобы не упустить, хотел бы сказать, что вот тот национальный план, медиаплан, о котором вы сказали, это здорово, мы бы тоже хотели его иметь заранее, чтобы тоже подключаться, но я думаю, очень важно его коррелировать с тем планом классных часов, который разрабатывает Министерство образования и науки, чтобы и учителя как-то, знаете, и вся вот эта программа, и вообще все это медиапространство, оно как бы изучало все в унисон, и предварительно может быть какие-то новые хорошие материалы готовились, чтобы учителям не тратить время, потому что понятно, что не все классные руководители экологи, не всем им легко найти хороший качественный материал, мы уже об этом говорили, но и может быть в этой координации тоже будут хорошие эффекты пользы, ну и давайте подумаем, кто все-таки выступит в этот раз инициатором создания этой ведомственной группы, потому что идея ее возникновения уже два года в воздухе летает, но давайте ее реализуем, если нужно, Экофорум Казахстан тоже готовы вкладываться в эту работу. Айдар, вам слово. Здесь, наверное, все-таки короткий комментарий, если будет создана такая комиссия межведомственная, здесь, наверное, все-таки нам нужно будет пул министерств, во-первых, расширить, почему? Потому что это архиважно, и нам нужно будет посмотреть, что делает МИР, что у нас сделает МОН, что у нас сделает министерство экологии, нам нужно будет посмотреть министерство национальной экономики, почему? Потому что будут, соответственно, писаться бюджетные программы, чтобы завтра, как говорится, министерствам не получилось так, что они все столкнулись лбами и доказать как бы ту или иную расход, да, и так далее, то есть какую-то бюджетную программу, с которой будет заходить это все. Соответственно, мне кажется, здесь нужно будет в этот момент продумать, посмотреть, кто может быть ключевым игроком, соответственно, определить второстепенных игроков среди министерств, и здесь самое главное, понимая общественности, нам нужно будет привлечь педагогов, которые именно занимаются написанием таких материалов экологических для школьников, предпедагогов, и вот с этим, вот этой вот всей массой общей, да, можно будет как бы решить вопрос, сделать более правильный, качественный продукт. Вот одна из главных рекомендаций, то есть определить пул министерств, которые входят туда, пул НПО, пул педагогов, которые практикуют и преподают в школах, и это будет тогда хороший материал, и это не получится так, материал ради материала, а вот именно будет хорошее наполнение, и получится хорошее знание для подрастающего поколения Казахстана. Спасибо. Спасибо, Айда, Шудес, вы хотели бы как-то отреагировать? Да, спасибо большое. Очень хорошее предложение, Светлана Владимировна, Айдар. Мы очень рады к совместному сотрудничеству. Вот по поводу создания Координационного Совета у нас руководство сейчас изменилось, мы снова эту идею подадим. Если руководство будет согласно, тогда вот мы и думаю, что наше министерство будет инициатором создания такого Совета. И после получения одобрения мы, наверное, запросим кандидатуру. все желающие. Спасибо. У меня еще такая техническая просьба. Представители министерства уже наверняка готовили текст своих выступлений. Мы будем очень рады, если вы ими поделитесь, чтобы там важные ключевые вещи, потому что вы очень много интересного говорите, чтобы мы зафиксировали для всех на будущее, чтобы все понимали, какие программы разрабатываются. если вам не трудно отправить, пожалуйста, либо на адрес Марина Михайловна, которая с вами работала, либо можете даже в чат сейчас или по моим контактам я их сейчас еще напишу. Стана Владимировна, приглашение было выслано нам по EUTNISH, мы ответ вложим в доклад, вы получите его. Хорошо, спасибо большое. Только мы как-то не получили. Можно вы нам все-таки еще раз продублируйте по нашим именам, потому что какие-то бывают проблемы по этим системам, у них всегда все доходит. У нас поднимает руку еще на УРСБЕК фирма Гамбетов, я так понимаю. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Нурсбек, Кустанай, тоже клуб у нас есть свой. Хотелось бы также предложение внести, что экологическое образование все-таки больше региональное, то есть если в Кустанай такое подойдет, в октаву такое, конечно же желательно включить экспертов искусственной, то есть искусственной, с каждого региона как минимум по одному дальнейшему. Смотрите, вот вчера я видел замечательнейшую презентацию, просто сидел сразу на двух площадках услышал, большое пожелание от активистов, от тех, которые уже реализовывают такие проекты, возможно ли тиражирование данных проектов во всех областях, во всех регионах Казахстана, то есть пул таких действительно проектов создать, которые профинансируются в дальнейшем от министерств и так далее, будь то грантовые конкурсы, мини-гранты, но либо может быть это будет целая программа, которая будет внедряться в школах как материально-техническая база, мы понимаем, что в теории мы, конечно, очень много можем сделать для экопросвещения, но в целом если в каждой школе будет та же самая экоигра, та же самая не теплица, но дорогой удовольствия, ну что-то в таком роде, буквально для начала бюджет на каждую школу хотя бы 500-миллион тенгет для того, чтобы они поставили для себя небольшую базу, ну от себя могу добавить, что мы уже очень много сделали, я сам в одной школе 2,5 миллиона тенгет, чисто на экологические проекты внедрил только в том году и готов создавляя сейчас методический материал, а тоже реализованный проект в сфере экологии, именно школьного экопросвещения, дальше могу поделиться. Спасибо большое. Спасибо большое, Нурасбек, вы хорошо подняли вопрос, действительно, мы вот одна из рекомендаций, один из результатов нашей конференции, это будет рекомендация Министерства информации и общественного развития включать вот как можно больше таких вещей в финансирование, потому что вот буквально недавно прошла подведены итоги конкурса, к счастью уже сейчас как-то видимо после выступления нашего президента стали больше выделять ресурсов вообще на экопросвещение, на экообразование, я имею в виду грантовые средства через Центр поддержки гражданских инициатив, хотя у нас есть очень большие претензии, мы сейчас как раз передадим слово следующему министерству, у нас есть очень большие претензии к ЦПГИ по отбору исполнителей таких проектов и соответственно по результатам таких проектов, потому что мы знаем на РУСБЕК очень много таких как вы активистов в регионах, но к сожалению проходит реализация проектов с довольно серьезным финансированием, очень формально, очень неэффективно, поэтому вот этот вопрос наверное будет один из важнейших, который мы сейчас зададим следующему нашему спикеру. А что касается вашего предложения объединять усилия, но я еще раз подчеркну, мы уже говорили с ПРОН, о том, что вот эта конференция она как бы мобилизационная такая будет как бы мобилизационный шаг, а далее мы все-таки будем пытаться найти ресурсы на создание серьезного портала, где вот эти все ресурсы будут доступны для всех педагогов, для всех активистов, где мы действительно будем вот эту координацию вести. Ну вот, такой ответ. Я думаю, что я ответила наверное более исчерпывающе, мы не будем передавать слово желудец, потому что это больше будет касаться таких вещей. Следующего спикера. Я хочу передать слово Паймульдинову Кайрату Зисимбаевичу, заместителю председателя комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Так, есть ли у нас спикер? Светлана Владимировна, добрый день всем. Они просили, чтобы на последнем его спикером поставить. Ну, возможно, уже сейчас подключится. Конечно, у нас была логика своя в нашей программе, но хорошо, если они не готовы сейчас выступать, мы передадим слово следующему спикеру. Я хочу уточнить, есть ли у нас на связи Азизова Дамия Камиловна. Может, я ее тоже не вижу. Хорошо, давайте мы сейчас передадим слово нашим педагогам Варгановой Елене Петровне и за ней Светлана Александровна Булинская, потому что мы их просили подготовить вот такое, особенно с учетом того, что у нас присутствует Министерство образования сейчас, чтобы вот как раз этот диалог закончить. Давайте поговорим о том, как видят проблему наши школьные учителя. Пожалуйста, кто начнет? Светлана, вижу, вы запустили презентацию, пожалуйста, вам слово. Всем добрый день, рада снова всех видеть. Сегодня буду спикером работать только я, к сожалению, Лена Петровна по очень серьезным обстоятельствам не может сейчас лично говорить, поэтому я решила свое выступление сделать не чисто, знаете, как констатацию трудностей, которые у нас существуют, какие проблемы в реализации, а постараемся давайте сделать диалоговый, может быть, будут какие-то предложения извне, и мы их будем, поэтому у меня будет презентация в такой рабочей версии, и если что, можно будет сразу туда дополнять, дописывать, чтобы как раз в дальнейшем для выработки каких-то решений нам было проще работать. Согласны с такой? Хорошо. В таком случае, какие же проблемы в реализации экологического образования существуют? Но все уже знают, что я являюсь руководителем общественной организации «Экообраз», но в то же время уже более 30 лет работаю в школе, преподаю географию и экологию, а как в организации общественной мы с 98-го года работаем уже с методическими пособиями, именно с интеграцией экологического образования, образования для устойчивого развития в учебных заведениях, в местные сообщества, поэтому вот такая консолидация разных опытов, она нам позволяет, с Еленой Петровной, она ведь тоже как общественная организация и учитель экологии дать какие-то небольшие вот такие анализы. Какая вот за все эти годы уже более 25 лет внедрения экологического образования у нас возникает? Ну вот смотрите, во-первых, наработаны уже сейчас направления непрерывного образования, которые работают. это направления, которые были представлены во вчерашнем дне, это направления через семейное экологическое образование, через дошкольное и воспитание в школе. Но здесь я бы расширила вот данную схемку на экологическое образование в колледжах, высших учебных заведениях и уходим даже в наше местное сообщество уже непосредственно в бизнесах. Изучение экологии в отдельных предметах уже было, это как бы пройденная практика. У нас были курсы экологии в школах и преподавались не один год и тоже были свои результаты и опыты, которые есть и анализы этих опытов. Изучение в системе высшего и среднего образования у нас тоже представители, даже здесь сейчас в аудитории есть кто с этим работал. Различные социальные проекты, социальное партнерство с различными организациями в этой у нас в стране проводились мощные проекты, например, там эко-школы прошли, у нас были проекты реализованные, создались целые сети экологических школ на тот момент, которые участвовали в проектах энергоэффективные школы, и эти школы сейчас есть, существуют и люди, которые в этом работали, и работали не год, не два, а пять лет, десять лет, в зависимости от длительности проекта. Эти люди имеют огромный опыт. И еще раз я повторяюсь, это люди по всему Казахстану, и западному, и южному, и центральному, и восточному, и северному району. Поэтому, что мы сейчас видим, вот какие проблемы вырисовываются на настоящий момент. У нас был, знаете, такой вот всплеск экологического образования, это конец 90-х, и где-то до 15-го года, 2000-х годов. Затем, в силу каких-то, ну, вот, может быть, вот именно изменений в образовании и так далее, такая нагрузка была на учителей огромная, потому что, да, менялось образование, менялись подходы, и это вполне реально, абсолютно объясняет сложности, которые возникают. И вот какая проблема на настоящий момент существует? Вот если мы начинаем интегрировать в общеобразовательные предметы, учителя, учителя возникает, тут уже об этом сегодня сказали, возникает такая дилемма. дать предметные знания или дать интегрированные знания, что важнее, что на выходе, когда выпускник выпускается из школы, что ему важно в этот момент знать. Мы понимаем, что для жизни важно интегрированные знания, для жизни важно развитие коммуникации, но на момент, например, сдачи ИНТ ему важны предметные знания. И вот здесь, вот в этой дилемме получается, учитель, во-первых, слабое владение содержанием самого экологического образования и образования для устойчивого развития, отсутствие навыков интеграции в предметные знания, Вот если, я говорю, у нас до 2015, ну я так условно говорю, там может быть колебания даты плюс-минус год, шли интенсивные обучающие семинары, вот как раз со стороны неправительственного сектора, при поддержке различных организаций и министерств образования и всевозможных фондов, то произошло, шел какой-то, знаете, немножечко вот это затишье и в итоге произошла все-таки молодежь, пришла смена поколений происходит и получается, что вот эти навыки интеграции предметных знаний начинают постепенно теряться. Высокая загруженность предметника, она существует на настоящий момент и это никуда не деть. Но я думаю, что вот со временем все равно учителя тоже уже адаптируется, прошло все-таки уже некоторое время в обновленном образовании, уже происходит такая адаптация и скорее всего, что внедрение новых элементов, они будут проходить более гладко сейчас. Вот здесь я, конечно, могла бы призвать аудиторию, может быть, вот в этой части можно еще дополнить теми проблемами, которые существуют в школе и вот коллег, которые также сейчас с нами здесь находятся. Если что, можно писать в чат и тогда мы просто возьмем и дополним, как говорится, трудностями, которые испытываете вы непосредственно у себя в школе, когда реализуете именно в общеобразовательный предмет. Вот какие последствия в результате некачественной интеграции? Если интеграция в предмет проходит, но она дает или поверхностный, или не соответствует пониманию экологических процессов. А это ведь тоже очень плохо, когда у ребенка сформируются нелогические связи с окружающей средой. И он уже уходит во взрослую жизнь, и он уже не видит этой связи. А он становится, извините, руководителем предприятия или работает на земле, и он не видит связи между своей деятельностью, например, процессами, происходящими в окружающей среде, изменением экономикой и развитием общества. А это и есть образование для устойчивого развития. И его надо давать в комплексе. Теперь, какие пути решения я вижу в данном случае, мы видим в данном случае, это обучение педагогов. Его нужно вести систематически. Мир очень быстро меняется. И поэтому, да, вот сейчас даже введено на уровне школ, что обязательно надо проходить повышение квалификации. Три года уже, а не пять лет. Это абсолютно правильно. Но что и экологическое образование, образование для устойчивого развития, ему надо обучать. И интеграции, и методам, и формам. Следующий как бы блок у нас идет. Это, допустим, неклассная деятельность. Вы знаете, она дает прекрасный результат. Мы это видели буквально вчера из презентации, правильно? Там такая мотивация, такой подъем инициативы огромный. И развитие всех абсолютно компетенций. Вот у детей вообще они развиваются мощно. Что может тормозить? Может тормозить слабая материальная база. Но не во всех учебных заведениях и дополнительного образования, и школах есть возможность проведения экспериментов и мониторинга в окружающей среде. Такое может быть? Может быть. И тогда начинает скатываться экологическое образование чисто к проведению акций субботников посадки деревьев. И как бы вот нету вот этого вот кейса, такого комплекта, что в школе должно быть, допустим, по экологическому образованию, например, мониторинговая часть окружающей среды, должны быть обязательно экспериментальные, практикоориентированные и так далее. То есть, опять же, нужна какая-то система внедрения этих знаний. Вот сейчас мы проговорили про шестой класс экологии. Да, он ведется. Это здорово, что вот официально он появился. Но вот смотрите, в шестом классе мы проходим экологию, а уже в следующий класс мы выходим, начинаем развивать другую компетенцию. Но на самом-то деле, и мы сейчас тоже услышали, вот как будто одинаково мыслить начинаем, что развивать-то надо комплексно компетенции. Нельзя сегодня развивать одну компетенцию, а завтра развивать вторую компетенцию. Компетенции должны развиваться комплексно. Мы должны, как говорится, ввести направление развития многовекторное. Отсутствие методических рекомендаций. И может быть, знаете, вот тоже, опять же, как раз вот коллега сейчас подключался, у школы или у другого учебного возведения могут быть другие цели, другие мотивации. У него нет мотивации экологического образования, его продолжения внедрения, но не видит руководитель этого. И тогда любой энтузиаст-учитель, который даже приехал на обучающий семинар, он попадает опять в среду, в которой не подготовлено для того, чтобы это делать. Поэтому здесь, конечно, Министерство образования проведет огромную работу, когда внедрит изменения, которые сейчас предлагаются. Мы надеемся, что мы сможем участвовать в этом процессе обсуждения данных изменений, чтобы потом мы снова постфактумом не говорили о том, что вот этого не хватает, этого не хватает и так далее. Следующий момент. Какие у нас общие сложности? Нет четких пониманий о необходимости интеграции образования и доступчивого развития, формированию школьников экологического мышления, проведения через практические навыки, бережное отношение к ресурсам школы. Вот, например, что я имею в данном случае в виду? Должна быть экологическая школа, понимаете, экологическое учреждение, экологический садик. Я буду ниже об этом говорить. И у ребенка должна формироваться компетенция экологическая с порога учреждения, куда он заходит. Вот в школе все бережно относятся к ресурсам. Экономят воду, экономят энергию, бумагу, озеленяют школьные дворы. И эта практика идет с нулевого по одиннадцатый класс. То есть ребенок как раз вот в момент формирования себя, своего сознания, он формируется вместе в школе. То есть не может быть по-другому. По-другому просто уже не может быть. И вот эти вот все зеленые практики, которые внедряются, они должны быть систематическими. Много информации. Это общие сложности. Сейчас, думаю, помните, страдали от того, что у нас малая информация, мы ее искали. Сейчас много информации, она разного качества. Учитель очень сложно разобраться, что вот это хорошо, а вот это вот уже, честно говоря, не работает. Хаотический вброс информации по конкурсам, проектам, другим видам деятельности. Учителя разрываются между ними. А требуется участвовать везде. Страдает качество и деградирует самоцель экологического образования, потому что становится реализация формальная. Вот почему и сейчас немножечко как бы становится грустно, что столько лет работаешь в экологическом образовании, столько сделано, столько интересного. Видел вот эти результаты, они прям вот действительно реализованы. А потом видишь, что от вот этого огромного количества дел, которые делаются, эти дела становятся просто формальными и не приносят результата уже такого, который должен быть. И уже как вот преемственность, я тоже, как вот и коллеги до этого, вижу этого, что семья начинается с семьи, с детский сад, школа, колледж, вуз, офис. Это должно быть все связано. Вот это зеленой нитью должно проходить экологическое образование. Нельзя его делать фрагментами. Нельзя в одном возрасте развивать, в другом возрасте не развивать. Поэтому что мы видим, значит, на сегодняшний день активно развивается модель образования для устойчивого развития, экологического образования в целях устойчивого развития. Все равно мы видим, что знания экологические, они уже выинтегрированы в содержание предметов, и это есть. Вот все равно это тоже достижение. И для того, чтобы достичь мирового уровня, необходимо изменить просто подходы к обучению, отойти от традиционной подачи информации. Вот все-таки подход в образовании должен быть реалистичным, практичным, системным, потому что устойчивое развитие – это чистый мир новых возможностей, единений, приносящих высокие растущие качества жизни. Теперь посмотрите, пожалуйста, ну опять я немножко повторяю, что все учебные заведения должны быть эко-школами, эко-садиками, эко-мини-центрами и так далее. Нужен обмен опытом. Вот сейчас как раз вот этот запрос, он прям звучал перед моей презентацией. Обмен опытом. Почему? Потому что когда начинаем мы встречаться друг с другом, смотреть опыт друг друга, это дает высокую мотивацию для дальнейшей деятельности. Если ты приезжаешь в свое учебное заведение, и тебе хочется перевернуть мир вместе с детьми. А еще лучше, когда ты едешь не один, когда ты этот опыт берешь с собой активных ребят, активных детей, которые создают вот это вот лидерство, о котором как раз говорилось тоже вчера. И эти лидеры приезжают в школу и начинают уже, как бы ребенок ребенку начинает продвигать экологическое образование. И это тоже дает очень хороший результат. Так, теперь следующее. Что необходимо, как мы видим? Это четко обозначить цели и задачи экологического образования. Перевести экологическое образование и экологическую деятельность из категории обязательно принудительного в обязательно добровольного. Посредством изменений в мировоззренческих установках учеников в цели повышения уровня их экологической культуры. Системность экологического образования на протяжении всей жизни. Переход от формального к неформальному. Обучение педагогов. Связь тем с жизнью и бытом школьников. Переход к личностно ориентированной и практикоориентированному обучению. Далее. Активнее проводить внедрение в учебные программы образовательных курсов. Материалы связано с местной природой и жизнью. Вот в обновленном образовании в целях как раз тоже это очень хорошо перекликается, потому что в конце каждого раздела фактически нас выводят на местный компонент. И здесь вот как раз интеграция, опять же, элементов устойчивого развития очень хорошо ложится на обновленную программу. Знакомить школьников с природной средой конкретной территории в ее настоящем и прошлом, фокусировать внимание на прогнозировании будущего. Надо озадачивать школьные сообщества на развитие собственных регионов, потому что Казахстан – страна большая по площади. Плотность населения низкая. У нас начинается, когда идти интеграция, как говорится, молодежи из районов, идет очень мощный итог сельской молодежи в города. И эта проблема вроде бы государственная, причем здесь образование для устойчивого развития. Но мы уже опять повторяемся, что устойчивое развитие – это три компоненты. Это экология, экономика, социум. И она может решать, вот это образование, она может решать и даже данные социальные проблемы, которые у нас есть. Когда ребенок видит будущее у себя на малой родине, он будет там оставаться. А для этого он и должен, как говорится, мечтать во время уроков, искать причины, почему, допустим, депрессионный регион, искать выходы и в итоге планировать будущее именно своего региона и себя внутри этого региона. Систематически обеспечивать проведение учебных экскурсий, сотрудничество с музеями, промышленными предприятиями – это тоже очень важный момент – ходить на экскурсии. Но здесь бы еще надо добавить, что необходимо проводить непосредственно мониторинги окружающей среды, выходить и смотреть природные сообщества. Вот как раз на это, вы знаете, очень мало времени. Вот мы опять говорим очень много, но знаниевый компонент никуда не денешь, а практический компонент, он требует время. Это надо выйти, это надо исследовать. Когда это исследовать? Это не час, не два. Иногда это занимает часа три, это исследование, если оно глубокое и интересное. Может быть, вот в июне месяце организовать вот эти летние школы экологические в каждом учебном заведении, а в садиках так вообще это можно делать на своей, допустим, школьной площадке. Вот эти практически… Вот нужен, вот опять же, методическая литература, которая бы давала бы эти возможности. Использовать опыт школ необходимо, учреждения дополнительного образования, внедряющих образование для устойчивого развития. Этот опыт имеет… Эти школы, эти учреждения, они имеют очень длительный опыт внедрения. Это я как раз говорю вот о школах, которые участвовали очень длительное время в международных проектах, и они уже настолько наработаны. Там целые идут уже разработанные стратегии, они уже отработаны и дали результаты. Это, говорю, школы… Это вот Каргандинская область, много школ, которые Шахтинского региона, города Тимиртау, где непосредственно Варганова Елена Петровна работает, у них огромный опыт. И они до сих пор хорошо работают. Как бы у нас пятая школа, там, где была Людмила Николаевна Бушман, имела зеленый флаг. Я говорю, в Шахтинском регионе тоже очень много школ. Это и седьмая, и первая, и двенадцатая школы. Павлодар вчера показал прекрасный опыт. Я была рада очень познакомиться. Видите, как у нас везде есть школы, которые могут именно взять, объединить и создать какое-то что-то общее. Я понимаю, что, конечно, у каждой территории своя специфика, ее вносить. Но общий алгоритм школы, ее строение экологическое, это все равно каркас мы можем давать. Вот это надо обсудить и разработать какой-то общий каркас, если все-таки мы придем к тому, что все учебные заведения должны быть экологическими. Не выборочно, а все. Они должны, говорю, с порога начинать. Это сдавать макулатуру, экономить энергию и воду. Это должно быть частью нашей жизни, нашего мировоззрения. Ну и как завершающее, что экологические компетенции это наше устойчивое, настоящее и будущее. И если есть какие-то сейчас предложения, что-то мы не учли с Еленой Петровной, поэтому просьба, чтобы писали в чат и уже с чата скопировать и вставить в общую презентацию. Все, спасибо и внимание. Спасибо большое, Стану Александровну. Как всегда, вы очень глубоко, системно разобрали проблему. И очень важные моменты, очень важные рекомендации мы все возьмем за основу. И я думаю, что будем дальше стараться продвигать. Очень хорошая ваша позиция. Я видела поддержку в чате, очень активную тому, что действительно все учебные учреждения должны стать проводниками идеи экологизации нашей жизни. Ведь был у нас предыдущий этап развития нашей страны, когда все школьники с сбор макулатуры, сбор какого-то вторсырья считали, что это обязательно. Это просто часть культуры была. А культура, она и складывается с детства, но и она не складывается фрагментарно, как-то совершенно правильно отметим. То есть полностью поддерживаю ваши все предложения. Коллеги, действительно, давайте мы будем обмениваться предложениями еще в чате. Вы можете посмотреть, там уже немного писали. Есть ли вопросы к Светлане Александровне и какие-то еще дополнительные, может быть, высказывания, или мы перейдем, у нас вот подошел уже представитель Министерства информации и общественного развития, и мы перейдем опять к этому блоку. Ну, я не вижу поднятых рук. Станутся, нет, вот Булат, поднял руку. Пожалуйста, Булат, Исейкин. Да, я коротко, я по итогам вчерашних круглых столов, где очень многие школы рассказывали о своих очень хороших проектах, многолетних, где они создали практические участки и практические занятия вовлечения детей, то есть не только лекции и уроки, а где дети сами собирают, что-то делают, участвуют и в замерах, и в производстве каких-то простых технологий. Я тогда говорил, что хорошо было бы создать сеть такую из тех, кто занимается таким опытом, чтобы они могли не только от конференции до конференции, но постоянно обмениваться опытом и держать связь между собой. Для этого нужно как какой-то координатор. Вот вчера выступал один какой-то учитель очень инициативный, который огромную работу проделал, вы знаете. И вот то, что сейчас вот сказано было, хорошо было бы сделать проект «Зеленые школы». Сейчас идет доработка доктрины низкоглеродного развития, в которой прописываются разные направления. Там можно включить проект, чтобы все школы их сделать зелеными, чтобы с энергоэффективными водосбережениями. Германия делала такой проект не для школ, а для всех абсолютно зданий жилых. И это огромная занятость, это очень много дало экономический эффект и экологический. Вот школы, почему нужно? Потому что это не просто здание, это то, что еще содействует образованию, воспитанию детей. Поэтому проект, наверное, пройдет, если бы подойдет к экофоруму его, вместе не только здания, но еще и какие-то участки, где можно, дети могли бы там заниматься теплицами, выращиванием рыбы или там солнечные батареи, или мониторинг воздуха и так далее. Вот такой проект, Светлана, я думаю, что просто сейчас можно подавать, он пройдет в тактрине. Спасибо. Спасибо большое, Влад. Но вот, к сожалению, мы подавали проекты с АПГИ, но, увы, не нашли поддержки. для нас было удивительно, что проект получила, на наш взгляд, организация не связанная с экологией. И тут мы сейчас как раз и будем задавать эти вопросы представителям Министерства информации и общественного развития. Почему не экологам дают возможность реализовывать те проекты, хотя опыт огромный наработан. Но, Влад, вы знаете, мы, как форум, работаем всегда последовательно и системно. 20 лет мы работали вообще просто на энтузиазм. Сейчас мы решили, что пора становиться вот таким структурным подразделением общего гражданского общества. И мы будем двигаться в этом направлении. Коллеги, Айдар, давайте мы все-таки дадим сейчас слово представителям Министерства информации, если можно. Или это вы наставили. Ну, Тамара Канатовна, вы не хотели бы ничего прокомментировать? У вас не возникло желание? Здравствуйте, Светлана Александровна. Рада вас приветствовать на сегодняшнем форуме. Мне действительно понравилось, что это все системное, то, что вы занимаете, что вы это отслеживаете, что вы смотрите, что вы делаете рекомендации. Но вот когда вот в части интеграции вы сказали, мне кажется, здесь все зависит от самого педагога, то есть насколько он экологически еще и грамотен. Заблюдает ли он культуру, экологическую культуру. Раньше если мы учились в школе, мы выросли на сдаче макулатуры, мы выросли на экономии энергии, мы выросли, что надо участвовать на этих субботниках, да, а сейчас, как вы сказали, да, идет смена поколений, да, тот, кто уже это видел, их может быть уже среди нас мало, да, и все-таки экологическая культура, она должна развиваться и среди взрослых, да, поэтому, Светлана Владимировна, я прошу, может быть, неправительственные организации будут проводить с педагогической общественностью какие-то семинары, да, какие-то познавательные часы, вот здесь тоже с нашей стороны есть такая рекомендация. Спасибо вам за хороший, красивый, системный доклад, да, видно, что вы болеете душой за это направление, что вы работаете, да, и что вы также привлекаете других людей в свой круг работы. Желаю вам творческих успехов, я хочу, чтобы таких, как вы, было очень много и чтобы наш круг только расширялся. Спасибо. Спасибо большое. Теперь позвольте передать мне слово представителю третьего министерства. Итак, Баймульдинов, Кайрадзю Симбаович, я еще раз напоминаю, заместитель председателя комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо, уважаемые участники форума, мне очень приятно принять участие, спасибо за приглашение, для нас важно на самом деле принимать участие в таких мероприятиях, потому что важно сегодня в рамках построения нового Казахстана и реализации концепции слышащего государства услышать именно проблемные, актуальные вопросы, фидбэк получить от институтов гражданского общества. разрешите вкратце рассказать о деятельности, которые проводятся Министерством информации общественного развития, в частности Комитетом по делам молодежи и семьи в части экологического просвещения. В целом, Министерством информации на системной основе ведется работа по экологическому просвещению молодежи, а также развитию волонтерской деятельности, в том числе в решении экологических вопросов. Как вы знаете, в 2020 году правительство утвердило комплексный план по поддержке молодежи Республики Казахстан до 2025 года, в котором предусмотрен специальный раздел, он так и называется «Формирование экологической культуры среди молодежи», который включает в себя следующие мероприятия. Это проведение комплексных мероприятий по формированию экологической культуры, организация работы трудовых отрядов «Жасул-Ель», разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи. Если отдельно останавливаться на каждом из этих проектов, то можно в целом сказать, что в рамках проекта «Жасул-Ель» предлагается ежегодно трудоустраивать в летний калликулярный период 30 тысяч молодых людей, в том числе 10 тысяч из сельской местности, деятельность которых будет направлено на благоустройство территории, реализацию инициативы главы государства по посадке 15 миллионов деревьев в населенных пунктах с целью масштабного озеленения страны. Хотелось бы отметить, что за 15 лет в рамках проекта «Жасул-Ель» сезонной занятостью было охвачено более 3 тысяч молодых людей, освоено 180 тысяч гектаров земли, а также высажено более 44 миллионов деревьев. Кроме того, министерством ежегодно реализуется социальный проект популяризации и развития экопроектов в Казахстане, который направлен на развитие экологической культуры граждан страны, а также повышение потенциала и устойчивости востребованных в настоящее время экологических проектов. В прошлом году впервые в пилотном режиме был реализован такой проект, как «Киелет Абигат», это республиканская молодежная экологическая акция, также направленная на экологическое просвещение, повышение уровня экологического сознания, культуры, информированности молодежи, которая также будет продолжена и в текущем году. В ходе экологического проекта «Киелет Абигат» мы организовали не только субботники экологические акции, но и также семинары, тренинги по экологическому просвещению. был создан специальный YouTube-канал, в рамках которого специалисты, эксперты транслировали рассказы на экологическую тематику. Кроме того, был открыт специальный инклюзивный экологический театр в городе Нур-Султане. Помимо реализации проектов социальных, министерством также ведется на системной основе информационная разъяснительная работа в средствах массовой информации, в социальных сетях. Если взять по статистике, то только с начала текущего года, то есть за первый квартал, было опубликовано свыше тысячи материалов в СМИ, в социальных сетях, на республиканских телеканалах, в республиканских СМИ, на региональных телеканалах тоже. В целом мы также занимаемся исследованием молодежной сферы, и вот наши социологические исследования показали, что последние три года экологическая культура входит в топ-5 ценностных установок молодежи, наряду с такими установками, как семья, гражданская активность, волонтерство, здоровый образ жизни. Министерство в целом в пределах своей компетенции всегда готово оказывать содействие, поддерживать инициативы гражданского общества, активистов, формирования экологической культуры, молодежи, и мы всегда открыты, готовы оказывать всю необходимую информационную поддержку. В целом у меня все, готов ответить на ваши вопросы, я вот в принципе здесь услышал, что есть вопросы по присуждению и итогам грантовых проектов, которые проводит Центр поддержки гражданских инициатив, и забегая вперед, сразу хотел бы на этот вопрос ответить. Дело в том, что да, мы совместно с гражданским обществом формируем план ежегодно на текущий год, в котором предусматриваем множество проектов по молодежной тематике, в том числе и экологические проекты. Мы план утверждаем приказом министра, передаем его в Центр поддержки гражданских инициатив, для того, чтобы они организовали и провели конкурсные процедуры. В этом плане министерство не вмешивается в конкурсные процедуры, потому что, как вы знаете, формируется Центром поддержки гражданских инициатив специальная независимая экспертная комиссия, в которую в большей части вовлечены, кстати, неправительственные организации, представители неправительственных организаций, и они на основе системы баллов выставляют оценки по каждому проекту, потом эти баллы суммируются, и в итоге решение выносится на итоговое заседание комиссии. Причем все процедуры конкурсные, они максимально открыты, транслируются на социальные сети Facebook, то есть любой может даже запись хоть сейчас посмотреть, там максимально прозрачно все, то есть министерство максимально отстранено от этого процесса, то есть мы не влияем на процесс выбора победителей конкурсных проектов, это все делают независимые эксперты, вот такая вот как бы процедура, поэтому, ну, если есть вопросы, то вопросы это больше к экспертам, нежели к министерству, спасибо большое. Спасибо большое вам, Кайрат Весенбаевич, очень, конечно, важные темы вы подняли, я еще кое-какие другие моменты потом скажу, но давайте закончим уже с этой темой по ЦПГИ, поскольку действительно финансовая поддержка тому процессу, вот мы второй день смотрим, как много ресурсов наработано, как много профессиональных, очень хороших коллег работает, но, к сожалению, вот они не могут получить поддержки, потому что, во-первых, и на местном уровне местные акиматы очень часто вообще управление, вот, которое связано с охраной окружающей среды, не проводят госсоцзаказ, это одна тема, которую тоже министерство ведет, и надо заниматься, и вот тот единственный источник, который представляет собой грантовая поддержка через ЦПГИ, она тоже вызывает очень много нареканий, ну, во-первых, тема охраны окружающей среды вообще долгое время там почти не финансировалась, то есть финансировалась в очень маленьком объеме, сейчас удовлетворение можно отметить, что да, объем финансирования увеличился, и это хорошо, но эффективность его использования вызывает очень много вопросов, хорошо, что министерство не влияет не включает административный ресурс, да, прозрачность должна быть, независимость должна быть, но вот я уже в чате вижу комментарии, очень большой вопрос к выбору экспертов, и все равно ЦПГИ, это ваши подведомственные организации, вы должны ставить перед дни вопросов, я буду говорить сегодня только о конкурсе в области охраны окружающей среды, не касаясь других, вот в этом году ни один из экспертов не был вообще никакой мере экологом, как он может судить, это первое, второе, ну чисто процессуально в этом году была безобразна проведена эта процедура, потому что она была очень затянута, третий рабочий дней, даже с учетом выпадали очень длинные праздничные дни, но полтора месяца мы ждали результатов конкурса, и даже если говорить об экспертной оценке, то вот один из проектов, который, кстати, выиграл, он получил от одного эксперта 5 баллов, а от другого 25 баллов, как это может быть такой разброс? То есть я не хочу, чтобы мы сейчас вы отвечали на этот вопрос, потому что это вообще, я понимаю, не ваше ведомство, это другой комитет, но большая просьба все-таки посмотреть на это, почему? Потому что мы заинтересованы в эффективности, и второе это тематика, дело в том, что так уже выстроено это грантовое финансирование, что вот что там написано, что утверждено в плане, по факту это же и делается, и вот тогда давайте поговорим о том, что, какие виды действенности закладываются в эти проекты, в эти деньги, это да, только посадка деревьев, только сбор мусора, мы, вы немножечко задержались на наше мероприятие, но вот мы только что обсуждали, и в чате люди очень сильно поддерживали, что экология это не только сбор мусора и посадка деревьев, это да, такие очень как бы заметные, простые вещи, которые все видят, они должны делаться, это очень хорошо, что мы учим детей этому, но экология это гораздо глубже, вообще экология это наука, и ей должны заниматься профессионалы, и если опять же посмотреть на результаты конкурсов, то очень часто выигрывают непрофессиональные организации, для нас удивительно, почему в конкурсе победила организация, которая не является экологической изначально, она очень многих направлений поддерживается, знаете, такие всеядные организации, мы уже обсуждали, что это как правило люди, которые в основном работают ради денег, а не ради какой-то идеи, поэтому таких нужно исключать из экологии. Ну и возвращаясь к направлениям, мы говорили сейчас о том, что нужно развивать понимание к изменению климата, потому что вот сегодня я уже свою презентацию отмечала, сейчас приняты правила, которые будут обязывать привлекать общественность к участию в разработке программ по адаптации, в том числе на региональном уровне, а ведь люди очень многие вообще не понимают процесса, они, может быть, уже как-то сейчас понимают, что климат меняется, потому что он уже просто на наших глазах, это последствия муниципетра, но какие меры можно принять, что нужно делать, чтобы адаптироваться, очень мало кто осведомлен, и вот такие более глубокие тематики мы уже неоднократно предлагали, но, к сожалению, они не находят поддержки, поэтому просим вас это тоже учесть. Ну и далее, если вот уже завершать, я бы еще хотела обратить ваше внимание, то, что вот именно в вашем ведомстве находится, ведомстве всего министерства я имею в виду, это возможности социальной рекламы, вот есть же государственный информационный заказ, но, к сожалению, вопросы социальной рекламы именно по вопросам окружающей среды, они очень, если и проводятся, то очень слабо, а фактически просто не ведется вот такая информационная деятельность, которая бы через вот средства массовой информации, через телевидение давала людям вот такие хотя бы начальные базовые знания, поэтому просим вас тоже взять вот это вот в рассмотрение и учесть наши такие предложения. Вот мы очень много говорили о том, что нужны семинары, семинары для педагогов, семинары для госслужащих по вопросам окружающей среды, потому что практика показывает, что люди, которые уже вышли из формальной системы образования, они, тем не менее, должны получать современные актуальные знания, потому что процесс окружающей среды, он очень сильно меняется, буквально за десятилетия мир приходит в совсем другое состояние, людям нужно обновлять эти знания, и вот это тоже нужно заложить в рамках работы общественных организаций, потому что общественные организации, вот по крайней мере, все, кто сегодня здесь представлены, это люди с очень большим экспертным потенциалом, могли бы делать эту работу, но получается, что это формально отдается каким-то организациям, которые там найти, ну, вот честно говоря, непонятно, по каким критериям получают эти гранты, в течение года отвели работу, был такой пример, когда в сентябре было разыграно лот на 5 миллионов, 5 миллионов, это, конечно, для национального уровня небольшие деньги, но для них тоже можно много чего сделать, и эта организация за два месяца провела там несколько онлайн каких-то коротеньких вебинарчиков, даже это не вебинар, это просто такие прямые эфиры, я бы сказала, и все, и потом эта организация, а вообще-то была библиотека, она дальше этим уже не занимается, она вот отработала проекты Бруссовой, и таких у нас примеров очень много, проект отработан, может там что-то создано, даже портал какой-то создан, но дальше он не работает, поэтому мы бы все-таки просили, чтобы какой-то механизм был, который бы обеспечивал устойчивость, но я хотела бы передать слово моим коллегам для вопроса, я в общем просто резюмировала то, что у нас уже наболело в этом отношении, Айдар, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Кайрат, очень в большое вам спасибо, что вы сегодня подключились на данную конференцию, здесь, наверное, вопрос по большей степени будет стоять в части государства социального заказа в целом, почему, потому что большие проблемы у нас есть в части госзакупок, то есть на сегодняшний день НПО заставляет платить пошлины для того, чтобы участвовать в госзаказе, я считаю, данную норму нам нужно как-то отрегулировать, ее каким-то образом убрать, то есть сделать неким, таким вот, чтобы НПО не искали деньги на проплаты данной пошлины. Второй вопрос в части государства социального заказа, здесь также нам нужно посмотреть по тематикам, опять же, посмотреть карты, посмотреть по планам развития вообще в целом всех министерств и объявлять в этих частях конкурсы, то есть объявлять проекты. Второй момент по премиям и так далее, вот говорила до этого Светлана Владимировна, здесь хотелось бы отметить следующий момент, в области экологии у нас всего вот шатка-валка три лота, туда-сюда, то два, то три, поэтому здесь я считаю, нам нужно усиливать этот момент, второй момент у нас очень много обязательств взятых страной в части именно экологии, да, это всевозможные конвенции, которые взяла страна на себя обязательства, поэтому нам это придется выполнять. Второй момент это занятость государственных органов на сегодняшний день, это будет сделать тяжело, поэтому вам в помощь неправительственный сектор, который может эти вопросы продвигать и достичь тех страновых результатов, которые, то есть, взяла перед собой страна. И также здесь еще хотелось бы отметить для вас момент того, что, наверное, все-таки вам нужно будет на места в управлении внутренней политики отправлять письма о том, что должны закрываться все тематики по всем сложным вопросам. На сегодняшний день нам показали конкретно январские события, что присутствует в социуме социальная напряженность. Поэтому одна из главных задач, наверное, на сегодняшний день, как и говорил наш президент, снижение социальной напряженности. А как мы это можем сделать? Это мы можем делать через местные органы, то есть местные акиматы. Второй момент дать конкретные им предложения и пусть они соберут потребности, чтобы это не получились проекты ради проектов в области экологии и не только в области экологии, а были точечными правильными вещами. Правильными вещами, которые будут работать и завтра дадут социальные эффекты. Почему? Потому что на сегодняшний день, когда мы мониторим январские события, возвращаясь, в части, допустим, молодежной политики, выделены большие сумасшедшие деньги. Каждый молодой человек, каждая молодая девушка должна иметь как минимум два высших образования в рамках тех денег, которые были выделены. Но на сегодняшний день у нас за бортом очень много молодых ребят, молодых девчат, которые на сегодняшний день даже не имеют рабочей профессии. Поэтому в этой части нам нужно подходить точечно и собирать именно на местах эти предложения. Допустим, приоритет для Нур-Султана это может быть абсолютно любой в области экологии. Посмотреть на Павлодар, там будет приоритет абсолютно другой. То есть там другие вопросы возникают. И поэтому в этой части нужно посмотреть. А в части, допустим, экологического образования мы все прекрасно понимаем, что это для страны стоит вопрос большой. Поэтому нам нужно здесь как бы подойти скопом и посмотреть тот потенциал оценить среди неправительственного сектора, который может вложить свои наработки, которые на сегодняшний день имеются. У нас очень много проектов реализовано. Очень много проектов реализовано международными организациями. Поэтому нужно все это сейчас консолидировать нам сайт и сформировать новые тематики. То есть не для того, чтобы люди писали новые материалы, а именно в части тех материалов, разработанных, чтобы они стали уже применяться широко во всех школах, во всех обзывательных учреждениях. Как и в школах, так и в дошкольных учреждениях, так и получается у нас университеты и так далее. Поэтому здесь как бы основной вопрос в этом. и также присоединяюсь к Светлана Владимирова к вашим словам в части образования именно государственных служащих. На сегодняшний день у государственных служащих большие проблемы в знаниях. И это мы даже можем видеть прекрасно, что у нас происходит на территориях именно в части штрафов, которые облагают природопользователи. Там большие у нас проблемы. Поэтому убедительно наверное все-таки нам нужно будет создать некую рабочую группу по формированию тематик как для грантов, так и для государственного социального заказа, чтобы это было завтра правильным и хорошими вещами, которые даст я вообще в целом и гражданскому обществу, и стране нашей. Спасибо. Спасибо, Айдар. Я бы хотела еще добавить, вот вы просто были заняты, не могли присутствовать, когда мы обсуждали создание межведомственного такого координационного совета именно по ЭК-образованию. Я знаю, что именно ваше министерство в 2020 году выступало с такой инициативой. Это было сразу после обращения главы государства о том, что нужно усиливать экологическое образование, но все-таки не был создан такой координационный совет, и мы вот уже услышали от представителей Министерства образования, от представителей Министерства экологии, что они готовы работать в таком совете, поэтому, пожалуйста, давайте подумаем, как мы его сможем создать, возродим эту идею, и мы как ЭК-форум готовы работать, потому что я еще раз хочу напомнить, ЭК-форум имеет 20-летний опыт работы, и мы объединяем действительно очень хороших экспертов в наших рядах, и готовы продвигать этот вопрос. сейчас я передаю слово Чингису, пожалуйста. Добрый день, Чингис Лепсибаев, я как раз занимался разработкой направления экологии Була-Шага в рамках ШСОЛ-Казахстана, вот, и много лет занимаюсь и образованием, в Министерстве образования, директором департамента и так далее, вот, хотелось бы несколько комментариев дать, да, в первую очередь, конечно же, нашему уважаемому Кайрату, первое, да, но хотелось бы, во-первых, проговорить о том, что в этом году очень много вот в рамках вашего комитета лотов, да, которые ориентированы на обучение молодежи, вот, хотелось бы порекомендовать, да, и, может быть, где-то в протокол занести, что если есть какие-то обучающие моменты в любом проекте ЦПГИ и в любом социальном заказе, то обязательно нужно включать туда экологическую компоненту, это не требует никаких денег, потому что там уже все это прописано, да, и это очень легко осуществимы коряки, я надеюсь, да, то есть, понимание есть до этого, поэтому такая просьба, да, и здесь присутствует достаточно, ну, я скажу, да, как бы добрая часть, да, из тех методистов, экологов, которые вообще занимаются экологическим образованием, думаю, они с удовольствием в качестве экспертов, методистов, да, тренеров примут участие во всех молодежных проектах, которые у вас реализуются, я думаю, что это возможно, да, коллеги, надеюсь, меня поддержат в этом вопросе, это вот как бы первый момент, второй момент, хотелось бы, конечно, вернуться к любимому ЦПГИ, вот опять же, да, совершенно верно Светлана отметила, да, что по тем конкурсам специфичным, которые проходят, ну, нету просто людей, которые могут в состоянии вообще оценивать, да, экспертов, и если мы говорим про экологические конкурсы, именно на экологические проекты, то из года в год очень странные организации побеждают, это не один год и не два года, да, и есть организации, которые вот типа G-Global, ну, которым есть масса вопросов, например, и которые непонятно вообще, то есть, ну, скажем так, роб уже убрали, да, они до сих пор выгибают проекты, да, непонятно, то есть, кто там вообще сидит, вот, и есть ряд имиджевых издержек, я считаю, для министерства очень серьезных, да, когда эти люди, да, по-прежнему будут осваивать государственные средства, да, у них миллиарды, да, которые не получили уже за эти годы, поэтому есть такая к вам опять же просьба, и я думаю, что эта просьба, она будет и вам самим помогать, я думаю, что вы вполне можете проговорить с ИПГ, и чтобы эти организации привлекали не своих экспертов, да, то есть, уже доказано, что тот же G-Global, да, ничего, ну, я могу себе позволить, да, наверное, говорить, что они, ну, больше, ну, скажем, у нас есть проблемы, да, зеленой энергетики в Казахстане, да, эта организация с 17-го года уже в течение пяти лет занимается этим вопросом, да, ну, я не буду говорить про деньги, да, но я думаю, что надо и разбавить эту компанию людьми, которые занимаются предметными вещами, да, и опять же, по этому же формату, да, привлекать экологические сети, которых очень много в Казахстане, и в международной организации, реализация этих проектов совместно с теми, кто, ну, по, так скажем, по мнению экспертов, да, должен этими вещами заниматься, вот как бы второй момент, и третий момент, опять же, касаемо экспертов, большая просьба к уполномоченному органу обеспечить, чтобы, например, проекты по правому сопровождению, хотя бы один юрист сидел, чтобы в экологически, кто оценивал, да, хотя бы, ну, один-два эколога сидели, да, я думаю, у ЦПГ есть возможность привлекать, я думаю, даже здесь присутствующих, да, не все же участвуют в конкурсах ЦПГ, и конфликта, интересов нету, да, я думаю, что это можно попросить даже, чтобы люди, не то чтобы за деньги, да, просто для справедливости ради участвовали в проектах, в оценке конкурсов ЦПГ, вот, таким образом, чтобы, ну, случайные организации туда не залетали, я просто вот приведу один пример, например, там сидит такой Мирас Кутыбай некто, да, которого мы лично, я лично, да, снял с позиции за Макима Тимиртау, за то, что он как раз не давал экологическим активистам, Елене Петровне Варганову, еще целый ряд, да, других людей, не давал много лет работать с заводом, и мы вынуждены были привезти министра Мирзагалеева, вот, и Макима не пришел Тимиртау, да, и этот Мирас на следующее утро после этого совещания написал заявление, так вот, этот человек, который враг, я помогу себе позволить, гражданское общество, сидит экспертом ЦПГИ и оценивает проекты НПО, я не знаю, то есть по каким скиллам, да, вообще туда пустили, да, но такие персонажи вообще близко, не должны до пушечных выстрелов подпускаться к таким позициям, как эксперт ЦПГИ, спасибо. Спасибо, коллеги, я прошу всех быть очень корректными, дело в том, что мы записываем, сохраняем все, что говорится, поэтому напоминаю вам об этом, но будьте сдержаны в высказывании своих мнений. Есть ли еще желающие, я вижу, Айдар, вы не опустили просто руку или еще раз подняли руку? Еще раз поднял, здесь все-таки еще как бы главный момент, который я упустил, на сегодняшний день нам нужно продумывать именно трехлетних проектов, то есть как в части госсоцзаказа, так и в части грантов. Почему? Потому что это дает определенную устойчивость во-первых, организации, во-вторых, за год реализации проекта можно не достичь каких-то результатов в процессе трехлетних проектов и грантов, то в принципе будет эффекта больше, чем с годичной. Второй момент, здесь еще опять же подчеркну момент того, что объявляется госсоцзаказ, нам здесь нужно посмотреть по механизмам, чтобы это начиналось уже в ноябре-октябре месяце, чтобы уже неправительственный сектор в январе начинал, то есть 5 января начинается рабочая неделя, соответственно, 5 числа уже начинается реализация. На сегодняшний день у нас большая проблема в части выделенных средств. Почему? Потому что у нас объявляется в январе конкурс, до марта, до начала апреля это идет рассмотрение, подписание контрактов, то есть оформляет свои отношения, соответствующие подведомственные организации, министерства. И сама реализация как бы затягивается, и получается реализация проекта идет полгода. И за полгода как бы добиться каких-то результатов, это очень сложно. Вот такой вот короткий комментарий, извиняюсь, слава. Спасибо большое. Радар, спасибо. Но я прошу все-таки такие более общие вещи пока оставить. Я понимаю, что мы не часто имеем возможность напрямую разговаривать с заместителем председателя комитета, но мы все-таки сосредоточены сегодня на экообразовании. Давайте говорить именно об этом. Хотя, конечно, общие такие вещи тоже важны, но все-таки будем целенаправлены. Радар, вы хотели бы как-то отреагировать на высказанные комментарии? Да, конечно. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я зафиксировал все предложения, которые были озвучены, и у меня есть большая просьба, если это возможно, Светлана Владимировна, консолидировать эти предложения, ну и как от неправительственной организации. чтобы мы уже официально начали процедуру... Слышно, да, меня? Сейчас слышно, да, немножко выпадет. Чтобы мы начали процедуру изучения этого вопроса. Там есть системные вопросы, которые требуют законодательного урегулирования, внесения изменений в закон о государственном социальном заказе, грантах, премии для МПО. Это в части трехлетних бюджетов, в части включения, в части экспертной комиссии. Что касательно экспертной комиссии, вот здесь и Чингис, и Айдар проговаривали, вопрос, вот в этом году мы столкнулись с такой проблемой. Практически все неправительственные организации хотят принимать участие в конкурсе на присуждение грантов, поэтому не сильные желания принимать участие в качестве экспертов. А там одно из требований, что если представитель МПО принимает участие в качестве эксперта, то он не имеет права участвовать в получении гранта, потому что это конфликт интересов. Поэтому на самом деле у нас там в реестре было около 150 экспертов, но в последний момент часть экспертов отказались проводить экспертизу по своим причинам. И мы оперативно начали искать дополнительных людей, чтобы подключить к этому процессу, чтобы процедуры конкурсные не затянуть. Ну и из-за того, что у нас получились такие накладки с экспертами, немножко все равно мы вышли за график. Касательно образовательного экологического компонента в обучающих семинарах, это касательно молодежных проектов, обязательно мы включим, в принципе, это даже здесь не нужно вносить каких-то изменений, обязательно мы включим, учтем. Но все я зафиксировал, все возьмем в работу, и в части государственного социального заказа тоже направим письма в регионы, чтобы предусмотрели регионы, экологические тематики. Поэтому, чтобы системность приобрела наша работа, мы давайте рассмотрим и создание межведомственного совета, про который Светлана Владимировна вы говорили. Но все это нужно нам оформить в виде письма, в виде предложений, прям сгруппированного, и по каждому пункту всех предложений мы отработаем в течение года. Спасибо большое. Спасибо, Кайрат Дусимбаевич. Мы действительно так и планировали нашу работу, нашу конференцию, что вот сегодняшний круглый стол, он именно обобщит все рекомендации, и мы все эти рекомендации направим буквально трех министерствам. Вы сами уже будете решать, на какое вы обратите внимание, какое вы, может быть, будете потом продвигать в координационном совете и так далее. То есть, ну вот, спасибо, что вы готовы работать, что вы готовы услышать гражданское общество. Мы тоже со своей стороны заверяем вас, что готовы работать. А по поводу экспертов, понимаем ваши сложности, будем тоже стараться привлечь своих коллег, которые не подают гранты, не подают грантовых заявок, чтобы они все-таки активнее участвовали. Будем пытаться наладить процесс. у нас еще была поднятая рука. Так, на ее. А, Норосбек, пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Смотрите, получается, сейчас у нас ближайшее, что будет у нас такое масштабное мероприятие, это у нас детские лагеря. Я вот предлагаю как-то вот, я понимаю, что детские лагеря работают по заказу управления образованием, ну, где-то большая часть там отдыхают детские дома, ну, и частные детские лагеря, то очень было бы здорово, если бы хотя бы один из дней тематических, как мы знаем, детских лагерей провести на тему экологии. Но до этого момента, если мы разработаем какой-то самый день и предложим нашим детским лагерям, хотя бы уже так будет классно. Спасибо. Но я хочу напомнить, что, по крайней мере, материалы, которые прозвучали, были представлены вот вчера в рамках нашей конференции, они будут все обобщены в телеграм-канале, как мы обещали, ЭКО-форума. Ссылочку, Максим, попрошу вас еще раз повторить, если кто-то вчера не обратил внимание. И, в принципе, Энерсбек, они уже все доступны. То, что мы постарались привлечь тех наилучшие, на наш взгляд, ресурсы, которые имеются, их можно использовать. И я думаю, Министерство образования действительно может еще успеть реагировать и дать такую рекомендацию, чтобы определенные тематики в детских лагерях пришкольных были учтены и использованы. Особенно мы рекомендовали бы все-таки уделить внимание вопросам изменения климата. Это очень широкая проблема, она связана с многими другими, с теми же отходами, с теми же посадкой деревьев, потому что это одна из мер адаптации к изменению климата. Но вот, чтобы знания были более глубокими. И в этом плане все, что мы представили в рамках нашей конференции, может быть хорошим подспорьем. Коллеги, есть ли еще желание у кого-то высказаться, потому что мы обещали свободный микрофон. Вчера мы не давали вопросы задавать, очень много было информации. А сегодня у нас как раз в дискуссии, возможно, кто-то еще хотел бы высказаться. Пожалуйста, даем вам такую возможность. Я вижу, у нас достаточно много участников, 46 человек сейчас среди участников. участников. Но пока люди думают, я буду пытаться подвести резюме. Итак, большое спасибо. Во-первых, я хотела бы отметить очень активное участие со стороны представителей министерств. Спасибо, что вы нашли в вашем плотном графике возможность поприсутствовать. вам особая благодарность. Вы все время были здесь. Я надеюсь, что вам было это полезно. Мы так рассчитывали, что все-таки это выйдет в какие-то дальнейшие шаги. Еще раз хотела бы сказать, что Экофорум Казахстана больше 20 лет работает в направлении к образованию. У нас буквально вскоре предстоит такая еще большая встреча гражданского общества, тех организаций, которые работают в экологическом образовании в сфере охраны окружающей среды. У нас предстоит встреча с региональным экологическим центром. Это тоже достаточно серьезная организация. Она, правда, центрально-азиатского региона, но и в Казахстане работает филиал. Вот у нас будет казахстанская встреча. Мы там еще раз представим итоги нашей конференции для тех, кто, может быть, не попал сейчас в наш диалог. И мы еще раз будем заявлять о том, что Экофорум Казахстана готов взять на себя вот эту роль, поскольку мы умеем, на самом деле, последовательно работать в определенных направлениях. Мы готовы взять на себя роль и обобщить всю эту деятельность от лица гражданского общества, обобщить эти образовательные материалы. И мы будем сейчас искать ресурсы. программа обещала нам в этом помочь, тем, чтобы создать такой единый портал для образования. И мы будем очень признательны, и я надеюсь, что вы тоже понимаете, что это усилит нашу совместную деятельность и совместные результаты, если министерство и образования, и экологии, и информации общественного развития будут нам всячески помогать в этом направлении, хотя бы в информационном плане, поэтому я еще раз прошу доклады направить на, чтобы мы знали текущую информацию. Давайте подумаем, кто будет ключевым органом, но мы направим вам всем рекомендации, и будем в этом случае очень настойчивы. В прошлый раз мы как-то спустили на тормозах то, что этот совет не был создан, но в этот раз мы будем наставить, все признают его необходимость, давайте будем работать над тем, чтобы он все-таки был. И мы можем обмениваться периодически вот так вот информацией, это будет очень полезно. Мы со своей стороны будем гражданское общество тоже мобилизовывать. Поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз хочу сказать всем, что вот пока ограниченными ресурсами, которыми Минкафорум располагает, мы создали телеграм-канал, это очень простая платформа, где все материалы этой конференции будут доступны для всех желающих, кто может подписаться, чуть-чуть пролистайте вверх, есть еще раз повторение адреса этого канала, и мы также скоро будем создавать сайт и там тоже постараемся разместить все материалы и также мы ведем в Инстаграм свой аккаунт и там тоже будем размещать текущую информацию. «Музыка» 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 «Музыка»